Всем привет, с вами Андрей. У нас рандом-адвенчер с Рогари, вторая часть. Собственно, прохождение. Мы остановились на том, что... Наш персонаж, как вы видите, Клери, орк 78 уровня. Мы остановились на том, что в данный момент мы находимся в раю. Локация называется Рай. Небесный, если быть точным. До этого была адская локация, также была адская тирана. Собственно, мы ее пробежали. Мы играем на сложности хардкор. Где у нас сложности показывают? Обратите внимание, мы играем на сложности хардкор. У нас надпись в самом верху. Собственно, по навыкам у нас... Сейчас я вам продемонстрирую. У нас толстая кожа. Это почему именно стоит брать орка? Потому что у него в бою плюс 5% снижение. Это немного. Но все-таки это дает ощутимое преимущество Берсерк, опять же. То есть вы, если бьете рукопашным, без питомца, то вы с каждым ударом будете все больше и больше урона наносить. Первый удар. Благодаря вот этому упречающему удару, вы можете очень-очень много урона нанести вашим врагам. Точнее, касать. Бой может просто, скажем так, без вас пройти. То есть, не знаю, я показывал в ладу из прошлых видео, как мы просто бьем любого моба, а бой уже половина лица у них нету, только потому что у нас очень сильный урон. И моба просто падает, если не выдерживает урона. Особенно на низких уровнях, это очень сильно заметно. И просто получается, как автобой. Вы начали бой, он уже закончился. Вы начали бой, он уже закончился. Ну и вы вышли победителем из него, а, соответственно, вы заутали его. Что очень полезно. На высоких уровнях, конечно, у нас не сильно работает. Мобы крепкие становятся. Но все равно они там 2-3 удара не вершут, в общем. Обладение послом у нас, собственно, тут, наверное, самая полезная перка упорская. Это похищение маны. Вы просто, благодаря вот этому перку, который тратит ваш голод, вы можете восстанавливать свое значение магии. Полоску маны, вы восстанавливаете. Мы тратим ману на талант управления жизнью. Это заклинание. Целебное прикосновение. Именно поэтому стоит вначале брать целителя. Потому что вы можете лечить как себя, так и вашего питомца. Питомца. У меня в данный момент присутствует активный питомец. Это золотой дракон 79 уровня. Собственно, у этого дракона 1400 хп и, собственно, 714 основная атака. Ну, я в основном буду бить ей. Поэтому особо разницы не будет. Можно, конечно, бить этой как, собственно, максимальным уроном. Но, я думаю, особо разницы не будет. Хотя, почему бы и нет, как говорится. Как вариант, все-таки попробуй. Давайте попробуем. У него 400 маны. Я думаю, для финального боя в текущей локации стоит использовать. Ставим на быстрый доступ его атаку, чтобы он просто чуть больше. Также можно выбирать, собственно, и любит питомцев. А по поводу Диамонт, Голд и Сильвера мобов бывают такие разновидности мобов. Они чуть сильнее, чем обычные. Собственно, в дьявольской локации тут в основном, как вы видите, так называемые, ну, демоны, будем так называть их. Большинство дьяволы, демоны и так далее. В ангельской локации в основном ангельские существовки как единороги. Огромное количество. На локации, на этой присутствуют мудрецы. На трех локациях. На локации Тиранова, локации, у меня, собственно, на адской и на небесной. У меня присутствуют. Когда вы исследуете локацию полностью, то есть адскую, небесную, либо любую другую, неважно, какая локация будет конкретно, у вас получится душа острова. Вот она. Магническая душа острова. Она отдается, когда вы исследуете 100% острова любого, неважно, какой остров будет. Вот. Вы его, когда исследуете, у вас получается душа острова. Для чего она крафтится, пока не ясно, но я нашел единственный рецепт на нее. Это очищающее семя. Сейчас я вам его покажу. Очищающее семя, оно дает возможность, как вы видите, душа острова, дает возможность очищающее семя не респаундить мобов. То есть, моба просто не респаундится. А что касаемо моего снаряжения, в данный момент, у меня враща 38 уровня, это мало. Ну, потому что у меня не было возможности брать с собой лианы. Проща вообще делается из лиан и, если не ошибаюсь, дерева. Ну, нити и дерево. Ну, лианы, по сути, превращаются в нити, а нити превращаются уже в саму прощу потом вместе с палками. Ну, у меня, ну, собственно, и кости, либо дерево, смотря из чего и какого материала оно сделано. Вот. Эпический медный посох, который я только смог найти, но, опять же, эпический медный посох, он крафтится только из этого. Сейчас я вам покажу. Вот, например, костяной посох, который из дерева. То есть, видите, да, из костей и дерева. Ну, дерево на острове, а на предыдущем острове, точнее, как сказать, на одном из этих островов найти дерево можно, но проблема в том, что вы не сможете свои топоры, которые у вас будут присутствовать, починить. Поэтому, либо искать бесконечный топор, либо искать, собственно, много топоров, делайте там, не знаю, пять, шесть штук, и когда они все сломаются, либо просто брать ремнаборы. Что касаемо ремнабора, сейчас я вам покажу. Собственно, сейчас, 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 сейчас. Вот, собственно, нить, про которую я говорил ранее. Она делается из растений илианы. Илианы получаются, ну, я их выбил, купил у флориста в поселениях, либо выбиваются в этих подземельях, которые вам периодически будут попадаться на каждой локации по одной. На каждом острове по одному подземелью в основном попадается. Вот, собственно, ремнабор, но, опять же, тут нужна оловянная и серебряная руда. По крайней мере, я оловянную это, может, и находил. Кстати говоря, она находится, вообще все руды находятся в рудниках на большинстве случаев, поэтому, чтобы их найти, вам нужно заутать с помощью кирки рудники. Какой конкретно вам появится непонятно, но факт в том, что вы можете заутать. Вот. Собственно, по экипировке дальше, на чем я снялся? Ну, у меня, собственно, как вы видите, большинство экипировки из костей 78 уровня, как и уровень персонажа. Но экипировка, вот, например, медный нагрудник у меня 58 уровня. Как и эпический медный посох, я просто не нашел ничего лучше. Я три подряд от локации иду, которые без, скажем так, без кузнеца, без, собственно, магазина. С этого я, если бы я знал заранее, что такое будет, возможно, я бы подготовился как-то. Но опять же, необычный железный щит, мне повезло, что я его просто нашел. А так бы, я бы, конечно, ходил бы с другим щитом. Тоже какого-нибудь 58 уровня, например. А все это крафтится на одном из уровней в большом количестве кости падают. Мне повезло, я могу все из костей делать, кроме, собственно, доспеха, щита. Ну и посох я могу делать, но там нужно дерево. А у меня дерево не было с собой в инвентаре. Что у меня, собственно, про инвентарю, чтобы вы понимали. у меня кости, палки, савиные перья, кровь, души острова, зубы, финики, кокосы. А, кстати говоря, финики, кокосы и орехи падают с пальм. И здесь можно сделать еду. Также из крови. Кровь можно пить, оставить немножко себе здоровьем. Ну там до 10, что ли, то есть немного вообще откровенно. Зелье маны, по-понятному причину маны. Зелье труса, позволяет вам сбежать полевое. Стеклянные вырубки используются в алхимии. Кисак, это у нас, собственно, разделка туш, которая у вас остается. Зелье маны, понятно, еда, стейк на палочке, это просто еда. В скобочках цифра, это количество, которое, ну, восстанавливает вам. В этом случае 59 единиц. Вулканический камень используется в основном, ну, в рецептах, например, делается, из вулканического делается огненное оружие. Я чуть позже покажу, если не забуду. У меня вот есть еще так же морозный камень, я покажу на примере его. Зелье мул увеличивает ваш переносимый вес, лечебное зелье, понятно, на вас лечит, душа острова. Ну, это 100% острова. Зелье опыта, понятно, дает вам назначение опыта. Цифры представлены в скобочках. Собственно, приготовленное мясо, зелье интеллекта, зелье защиты, глаза, рога, пыль, вот морозный камень, про который я говорю, изумруд, интеллект и, собственно, ремнобор, который у меня, я был куплен. Вот, собственно, я хотел вам показать оружие, которое ледяное, вот, обратите внимание, оно делается из морозного камня. Ледяное копье просто делается из морозного камня. Возьмите оружие в руки, чтобы быть сильнее против обув. Ну, как я думаю, оно, скорее всего, просто вносит урон холодом либо огнем. Ну, опять же, на него не напасешься, скажем так, тут нужно золото и железо. Сливки и не проблема. Проблема вот эти вот камни и тащить его оружие на уровень. Может быть, проблема неоткровенная. Также в игре есть стрелковый бой. Сейчас я покажу. Он представлен, собственно, луками, арбалетными и пращами. Но по стрелковому бою что я могу сказать? А, сейчас я покажу. Вот, как вы видите, можно делать стрелы, болты и, собственно, камнями закидывайте через пращу. Но, опять же, они крафтятся, как вы видите, палка, камень, несоверное перо. Тут, в принципе, то же самое. Ну, я думаю, понятно, что праща будет более эффективным, чтобы не крафтить, а просто закидывать камнями. по зельям, я думаю, понятно, большой живот, который, кстати говоря, по поводу зельев, по навыкам я вам не рассказал, да, перебрыгнул. Собственно, по навыкам управления, ну, собственно, по зельям, я думаю, мы разобрались, по навыкам давайте расскажу, чтобы вы знали, что вам было проще. Управление жизнью, талант, который на лечении, заглядывание лечения. Талант несломленный, в первую очередь, качаете его, чтобы ваш персонаж не погиб. Ну, как сказать, он погибнет, если у нас еще его добьют, но вы можете сбежать при несломленном, если вы заранее скастуете на себя зелье труса, и вы просто нажмите кнопку сбежать, если у вас останется одна хп. Вот. А навык кузнец, собственно, позволяет мне крафтить, чем выше ваш уровень, тем лучше ваше снаряжение. В моем случае, это легендарное снаряжение, там идет обычное, необычное, редкое, эпическое, легендарное. Вот, в моем случае, легендарное снаряжение, я вам показываю уже его, собственно, вот оно присутствует. Вот, необычное, эпическое, редкое снаряжение. Про вампиры, я говорил, позволяют пить кровь, которая восстановит немножко здоровья. эффективность это по владению инструментами из как и профессионал управление монстрами полезный навык я рекомендую как только вы начали играть в самом самом начале я рекомендую брать именно его как сказать не сам навык на сам навык у вас получается путем прочтения книги о поимке монстров первого уровня либо и вы просто бежите в лавку питомцев покупать сама сильно питомцы и начинаете играть питомец на начале будет сильнее вас поэтому вам нужно просто будет с помощью него прокачиваться поставить атаку питомцы и просто идти питомец неважно какой вы потом сможете себе выбрать любого другого важно вам просто стартануть и не погибнуть собственно хищник позволяет восстанавливать при поедании сырого мяса 10 единиц голода но это не сильно много на самом деле каннибал позволяет вам есть трупы до 10 единиц голода восстанавливает собственно рыбакс корняк дровосек рудакоп мясник собственно это перки которые идут на на вашем собственно инструментах инструменты вы также можете крафтить но опять же рецепты вы должны найти разумеется либо купить вот они собственно представлены как вы видите вот собственно продолжаем на также меня присутствует алхимик вот это собственно изготовление зелий чем лучше лучше вас прокачан алхимик тем более эффективного взяли шеф позволяет вам более эффективно готовить еду на самом деле шеф это хорошие навыка я но опять же на высоком уровне вот которым я сейчас нахожусь по сути это навык бесполезен вот аналитик позволяет вам узнать характеристики монстров против которого вы дерете а владение проще это чем сильнее собственно уровень владения проще тем больше вы нанесете урона турист это снижает темп голода при ходьбе пловец при воде по воде фотосинтез вы голод и повышается при солнечной погоде но это смешно остаться в живых по снижает рон от полного вот это очень важно потому что снижение урона от полного голода если вы случайно пропустили момент и полный волк по вам ударил вам просто будет чуть меньше цифра ну что по своему мула сомнительная но пока прощать особо ничего не было изучающие оружие ну а с быстрее осваивать оружие вместо 1 2 ну неплохо но не прям вау глаза маны ведь ману монстра во время боя но это если на тот случай если бои затяжные вы просто посмотрите на магию молба чтобы узнать что он кастует свои сильные кит заклинания прорицательность позволяет вам искать обнаружено скрытое то есть вы когда переходите на клетку что чуть позже покажу на клетку например но у меня она не отобразится фактом что вы переходите на клетку у вас будет надпись здесь что то есть вам что подсказывает что здесь что то есть вы нажимаете кнопку действия нажимаете кнопку искать а я нажимаю у меня тут ничего нету но это разумеется потому что это все обыскал собственно давайте мудрец присутствует также на этих трех уровнях адском райском и собственно иранском он за золото восстановит вам все он это кстати он единственный помимо босса кто присутствует на текущем уровне а вот наша наша дача убить извращенного бога в раю из убить его и спасти мир навсегда также присутствует некоторые квесты по поводу квестов кормежки к там козла символ слима лоб какой-то клеммалон вот я что я не разобрался до конца еще я и я им пихал провалив не едят а какой конкретно растение я так все время не понял нужно как конкретным мобом скорее всего нужно через флористы эти любки не кости не кости там орешки фидешки ну в общем и целом а это кстати говоря по поводу мобов также я их не смог найти то есть я вот искал этого козла который нужен по квесту я вот так и не нашел а иногда вот я в другом аккаунте когда играл я квеста квестовый персонаж который нужно например тот же козел он прямо буквально в двух клетках рядом с вами находится то есть там его по сути говоря рандом давайте наш квест собственно убить извращенного бога в раю и спасти мир навсегда давайте бахнемся извращенный бог бог у нас находится на кнопке с вот собственно бой у нас идет она это не извращенным бога просто с пегасом давайте проанализируем его то чтобы узнать что он там так ничего а как определил мобов себя выбирать собственно рейтинг испытаний чем выше эта цифра тем сильнее существо соответственно рейтинг 2 я думаю понятно что это ни о чем существо а вот сейчас посмотрим на боссе точнее вы сейчас увидите на боссе какой-то какая цифра будет вы просто офигеете я вам тоже попытаюсь проанализировать давайте выпьем зелье давайте перейдем на его клетку и выпьем зелье я надеюсь он на меня раньше времени не согрится предметы мы потом без него по ним выпиваем зелье труса за того чтобы и успешно сбегать с поля боя выпиваем зелье интеллекта и защиты которые у нас представлены двух экземплярах для того чтобы просто но у нас больше других зелье нету есть еще один интеллект но они скорее всего не стакаются я так думаю не знаю точно не проверял зелёх уж не так много было давайте все-таки забьем этого босса а давайте его проанализируем для начала я говорил обратите мани рейтинг испытания 33 ну а зачем это у него практически 3000 хп и он будет бить 700 полон ну и при защите 140 на самом деле очень дохлая но атака очень жестокая при хп и у него удали по 800 то есть это прямо очень жестоко но он скорее всего в любом случае на нас агрится давайте с ним поговорим ты ничего не знаешь нам говорят я тебе расскажу кое-что перед тем как раздавлю тебя как букашку существует бесконечное количество адов и краев ровно как и измерений это все словно шахматная партия богов для смертных как как ты нет надежды все вы герой изо всех сил пытаетесь спасти мир это бессмысленно и вы всегда есть бог с нас ищены тебе тебе нет смысла что же пришло твое время покончить с этим он на меня напал но он сразу получил урон вот почему упреждающий удар хорошая тема потому что бой начался но он уже получил урон то есть он уже получил урона мы обои для меня то еще не начался по сути мы только насколько зашли в этот бой почему орк настолько сильный класс оцелитель потому что у него вот это целебное прикосновение его можно конечно заутать на островах найти эту лечилку но она просто на старте более полезная вы можете лечить себя своего питомца что очень очень полезно давайте начнем забивать наш дракон очень сильно проседает давайте попробуем полечить убили его собственно получили некоторое количество опыта на холла все опыта не получил вообще копеечный на самом деле типический нагрудник с него получили что хорошо о нет я не понимаю как это возможно неужели ты ты нет невероятно достижение удалось собственно само божество но я думаю кстати и присутствует корабль на текущем уровне давайте полечим себя своего питомца не знаю что будет дальше залутаем сундук вы получили темную сферу на самом деле я даже не знаю что это темная сфера давайте эпический доспех скорее всего нам нужно будет одеть на себя я думаю он должен быть лучше нашего ну да не по всем параметрам правда но все таки он лучше темная сфера давайте почитаем магическая сфера мистическая темная сфера чего вы ожидали это правильно а чего а чего вы ожидали собственно на самом деле мы с ней как взаимодействовать не можем кроме как бросить поэтому непонятно что с ним делать по идее доспех лучше давайте его наверно день им но правда он скорость нам сбивает но в любом случае а в любом случае 71 уровня поэтому он для нас он ли вас еще лучше ну давайте пока его оденем выбросим лишь у меня на груди все восьмого уровня собственно дракон посмотрим он немножко по мане просел давайте вернем ему его магия ну да и дать мы богу не будем фиг бы с ним пускай он отдыхает а ва золотом смотрите тут просто с каждого мова практически по тысячи падают ну то есть за одного моба мы там практически тысячу монет получили ну там плюс минус поэтому она в общем и целом мощность давайте поплывем посмотрим дальше что там если вы отплывете в то вы не сможете вернуться на остров небесный вы хотите отплыть до плавание я плавал вы потеряли знание как только корабль начал плавание о нет и чё я на ком-то острове обнаружен остров вы обнаружили горный остров здесь много скал вы чувствуете что вам здесь придется много карабкать за поговорить с тузимса узнали что это горы остров называется а в пули в общем и целом остров как называется завершили мы рай пришли а а вы поняли вас получается все заново обратить внимание маленький мальчик помните мы с вами начинали именно с маленького мальчика и по сути говоря это самое самое начало только мобы мобы здесь у будут максимального уровня давайте посмотрим что из-за остров обратить внимание количество локаций которые присутствуют то есть это уже раз два три шесть штук то есть это в принципе это самое самое начало по сути мы про убили финального босса потому что локация игра начала повторяться вновь ну по сути давайте конечно пройдем чтобы убедиться в этом рыбное место обратить внимание собственно тигра давайте убьем по-быстрому и ним давайте добежим все таки до этого а вот кстати замок я обо нем упоминал уже об этом замке замок чем хорош он вы можете собственно с письмом королю сходить если она у вас присутствует у вас просто так не пустит изделие интеллект пропала собственно тут какой-то нпс стоит который хочет что-то от нас спасти сосед а чтобы спасти сосед вам нужно прийти на локацию нажать расходку спасти давайте добежим до собственно нпс а поговорим с этим убить монстры кто-то на самом деле а локация обновилась соответственно мы ну да как я собственно и думал обратить внимание у меня присутствует в клинике достаточно большое количество предметов честно говоря не понятно ну по сути скорее всего игра будет повторяться поэтому я думаю мы на этом с вами прохождение закончим давайте посмотрим единственное что здесь стоит посмотреть это а ну да видите то есть а то что мы там на 40 уровне были утира на 50 были в аду на 60 были на небесах это мелочи жизни на самом деле вот просто у нас присутствует души за прохождение этого уровня поэтому я знаю это ну собственно и тут цены до соответствующие но по сути говорила игра будет не знаю насколько ли бесконечности но факт в том что как говорится она повторяется по сюжету поэтому я думаю по сюжету она будет уже не интересный сток чисто для себя как-то пробежаться сразу нарисовались квестом вот наш собственный кузнец помощью которого кстати важно очень качать кузнеца в поселении потом кузнеца на профессии который у вас присутствует потому что кузнец в поселении позволяет позволит вам разбирать снаряжение бесплатно вот собственно обратить внимание нагрудник мы с помощью него с шансом успеха сто процентов а получим дерево из другого предмета например из золотого нагрудника получим слиток золото что очень важно что мы просто сможем получать снаряжение которое позволит нам двигаться собственно дальше волшебном магазине у нас собственно магия иго заклинание всплеск ну на самом деле там важно собственно когда вы будете убивать босса на любом уровне неважно на каком и переходить на следующую локацию если у вас будет возможность идите к уровню босса то есть например у нас был босс 79 уровня а мы к нему пришли 78 уровня то есть мы практически максимальные уровня к нему пришли поэтому он нам практически скажем так ничего не сделал потому что с нами был еще дракон а дракон был 79 уровня то есть можете увидеть это убедиться дракон 79 уровне дракона было в принципе все равно ну он ему каш подамажил немножко если без лечения он скорее всего бы его раздамажил бы но факт том что ду я скажу так ожидал большего от этого дракона и от босса в том числе ну собственно вот убить вот собственно в магазине продается топор и кирки удочки сети охотничьей ножи кисаки лопаты ну нихрена себе у вас на самом деле это очень большой объем потому что ну если говоря даже удивлен но по сути говоря игра заново повторяется то есть когда вы начнете игру у вас по говоря все будет то же самое если только уровень мобов будет скажем так 1 они 70 какой тут уровень то у нас мобов 77 подобрать внимание гол драгон давайте его проанализируем собственно рейтинге с плане 3 но это слабый дракона но все-таки он похож на нашего давайте найдем кстати говоря час мне просто интересно давайте найдем нашего дракона а точнее похожего на нас на нашего вот собственно воздушный элементарь давайте забьем по быстрому найдем нашего вот обратить внимание вы видели над за ними и давать еще раз посмотрим на эту надпись вы чувствуете что здесь что-то спрятано эта надпись нам говорит о том что у нас присутствует талант прорицательность который позволяет вам найти что-то нажимаем поиск и собственно мы нашли ни хрена у фактом что на самом деле это скорее всего можно копать и я так думаю по крайней мере ну собственно туда тут просто локация повторяется поэтому я думаю по сюжету вы в принципе поняли переходите собираете осколки те карты для тирана потом когда вы собрали пришли на остров тирана сразились с тираном важно когда будет с тираном чтобы быть его уровне максимально качаетесь по острову там будет присутствовать мудрец вы с помощью мудреца просто пробиваете этого тирана на вылечиваетесь периодически его мудреца и пробиваете тирана без особых проблем потом следующий будет у нас собственно адская локации собственно и валята всякие так далее и собственно главный босс дьявол с ним тоже тоже самый принцип максимально качаетесь под его уровень что касаемо по еде по еде там в принципе туда еду можно будет из костей делать собственно на тиранском уровне что я уже не помню но еду можно будет делать из кокоса собственно кокосовая газировочка то есть вы можете сделать из кокоса нам очень много пальм на тиранском уровне будет вы можете сделать и потом из тех же костей Костный мозг спокойно можно будет есть Он 25 гол, да либо у того же мудреца восстанавливается Ну, это все проще, быстрее Либо также потом появятся глазные ребята Собственно, кровь в глаза можно будет соединять и делать глазной сук Все остальное, то, что здесь присутствует, Алло, вам не нужно Потому что в большинстве случаев вы будете до финальных трех вот этих островов этим пользоваться После трех финальных этих островов вы этим пользоваться не сможете в большинстве случаев Поэтому, ну, вы сами понимаете, что это, ну, большая часть из предметов бесполезно Но факт в том, что вы не дойдете, пока вы этого не узнаете Поэтому, по сути говоря, это можно считать полным прохождением, я так думаю По сути, мы сделали круг, а вернулись, как говорится, ну, тут просто мобы сильнее стали Ну, а нам, какой смысл от усиленных мобов? Мы, принцы, поняли, сюжет посмотрели Как говорится, нас все устроило Поэтому всем спасибо за просмотр С вами был Андрей, всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok